ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой кошмар! Она очень боялась, когда мы катались с ней первый раз. Она сказала, что я боюсь. Вот так? Держи. И... Страшно же! Юля каталась с Джеромом, и я заметил, что она уже привыкла к парному катанию. А у меня другой профиль. Танцы на льду. Это совершенно разные вещи. Диндай, например, не умеет делать верхние поддержки, потому что он танцор на льду. Ой, ребята, это опасно. Все, сюда к нему. Садись. Так удобно тебе. Бери и поехали. Она, наверное, уже пожалела о том, что согласилась кататься со мной. Она уже упала несколько раз. Нет. Дело-то не в том, что я там попадала. Я каждую тренировку падаю, и что? Что ты делаешь? Я же не умею на такой скорости поворачивать. Мама! Я хотела почувствовать разницу, вот и все. На сцене Дима Билан. На льду Юлия Савичева, олимпийский чемпион Гриндаль Пейзера. В одиноких сердцах звучат на разных берегах. Им никуда не деться, так решено на небесах. Стать берегами для любви, которой больше нет. А на вопрос лишь эхо даст ответ. И не осталось ничего, лишь отблески луны. Соединяет берега движением волны. Но не спасет их от разлуки даже лунный свет. А на вопрос лишь эхо даст ответ. Подняв паруса, любовь, работа, сокрыть глаза, пчатся вдаль. Туда, где нас никто не ждет. Лишь небеса, лишь небеса. Два берега в немой тиши остались навсегда. Но вспоминанием любви осталась лишь вода. Стать берегами для любви, которой больше нет. Им было суждено на все ответ. Поднять паруса, любовь, работа. Закрыть глаза, пчатся вдаль. Туда, где нас никто не ждет. Лишь небеса, лишь небеса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лежит в леса, лежит в леса. Для нас на сцене пел Дима Милан, на льду катались Юлия Сабитева и олимпийский чемпион Гвиндаль Фейзера. Дим, как тебе новое сочетание Фейзера-Савичева? Я очень переживал за эту песню и, поверьте мне, писалась она с самыми искренними чувствами. И мне кажется, что идея была сегодня колоссально интересной. А это новая песня, да, Дим? Это новая песня из нового альбома, которую, я надеюсь, вы слышали. С премьерой тебя! Спасибо Диме Милану! Елена Анатольевна, как вам такой вот союз новый? Интересен. Но все-таки хочу сказать, что лучший в этом трио был Билан. Жень, за три-четыре дня нельзя сделать новую пару. И мы тем более видели уже катание, слаженное с Жеромом. Этот номер, он классный номер, красивый, красивый образ, ангелы, класс, супер. Но он немножко сыроват. Татьяна, очень скоро уже в рамках конкурсной программы сегодняшнего вечера придется не только оценивать выступление, но и как-то анализировать увиденное. Давай порепетируем. Мне кажется, что было просто замечательно. И главное, что очень красивый образ действительно. Боря, тебе тоже не к чему придраться в этом номере? А я думаю, что красоту не надо обсуждать. За ней надо тихо наблюдать. Это вдруг ангелы сошли к нам в эти праздничные дни. И я хочу, чтобы мы чаще встречали вот такие эмоции, такую пластику, такую юность, такую красоту. Спасибо. Максим, вот чем гала отличается от состязаний, да? Это ребята готовят номера и дарят нам свои номера. И мне бы не хотелось вообще не критиковать, не слушать даже критику. Это то же самое, как к вам в гости приходят с пирожными, а я говорю, я не ем сладкого. Поэтому молодцы ребята. И забудьте, что здесь говорили негативное. Вы были прекрасны. Таня, а это правда, что у тебя первый роман был с французом? Я имею в виду, может, и Юле что-то посоветуешь в этом смысле? С французами поаккуратнее. Очень трудно устоять. Снова понаблюдаем за этой красотой, как ее окрестил Борис Моисеев в ходе повтора. Это действительно красота. Вы знаете, попробуйте вжиться, можно сказать, в одного партнера. Показывать с ним высокие результаты. И вдруг, бац, тебе достается другой. Да, француз, да, титулованный, олимпийский чемпион. Но мне кажется, что Юля просто немножко заволновалась. И заволновался Гвиндаль. На самом деле, я полностью согласен с Игорем Бобриным. То, что они делали на льду, этот роскошный подарок для всех нас. Я думаю, что мы будем еще долго обсуждать вот эту совершенно божественную ангельскую поддержку в исполнении, ребят. Здесь что-то не получилось. Ну и что? Это действительно новая пара, которая к своему сырому, малочасовому выступлению добавила такую большую русско-французскую душу. И дай бог все нам переварить это выступление. Потому что это было действительно искреннее фигурное катание двух непобедительного слова профессионалов. Поэтому я восхищен. Гвиндаль говорит, что он рад за Юлю, которая это все хорошо сделала. А вот он сам забыл, как кататься сегодня. Она очень профессионально поступила, потому что два элемента они сделали не в том порядке, в котором нужно было. И она быстро сообразила, что один следует... Как профессиональный, я должен сказать, браво. И мой аплодисмент. Спасибо, Гвиндаль. А почему поддержка не получилась, Юля? На самом деле сначала я хочу сказать огромное спасибо тебе, Гвиндаль, за этот прекрасный номер. Потому что все, что вы здесь видели, придумывал Гвиндаль. Все эти поддержки, все эти шаги, интересную концепцию. А насчет поддержки я действительно скажу вообще в целом, что, конечно, почему-то перед выступлением не волновалась. Совершенно, почему-то совсем другое ощущение, когда ты выходишь на гала-концерте. Просто счастье везде и всюду. Счастье, что не будет оценок. Вы правы. Я поняла, что все-таки я от вас завижу в любом случае. Когда я поворачивалась и видела не Жерома, а Гвиндаля, я говорю, все нормально. Это мой новый партнер, все в порядке. Ну ты мечтала. И спасибо за добрые слова, Гвиндаля. Спасибо, Юля, спасибо. Дорогие друзья, мы еще раз благодарим Гвиндаля Пейзеран и Юлию Савичеву. 17 тысяч...